Здравствуйте, мои дорогие! Очень рада видеть вас на своем канале и приветствовать! Сегодня у нас такой интересный день. Ну как интересный? До 6 вечера мы сидим дома с ребенком. Я вам покажу рецептик, что я готовила. В общем, котлетки с салатом. Надеюсь, вам будет интересно. Ну а что мы сидим дома до вечера? Мы собираемся на день рождения. На день рождения к моей крестнице. Ей исполняется 6 лет. В общем-то, мы несем подарок. Подарим мы ей вот такой рюкзачок от Фаберлик. Обзор на него я вам уже показывала. Ну, естественно, открытка с принцессой. Я думаю, такое девочкам интересно. Купила лол. Вот, в общем-то, я не особо разбираюсь вот в этих девичьих всяких штучках, но какое-то супер яйцо с какой-то там игрушкой, с каким-то сюрпризом. Не знаю, я знаю, что на этих пучеглазах лолов любит, поэтому, думаю, будет рада. И солнцезащитные очки. И вам тоже их, по-моему, показывала в обзоре с единорогом. Мне кажется, что для девочки, которой исполняется 6 лет, это очень даже неплохой подарок. Вот. И, конечно же, мы пойдем с сыном. Моему сыну 3 года. Исполнится вот летом 4. И вот я хочу с вами поговорить о том, как же воспитать настоящего мужчину, который будет ухаживать за женщинами. Я считаю, что нужно начинать уже с малых лет. В том году моему сыну в это время было еще 2 годика. И когда мы шли на день рождения, мы зашли в магазин и купили букетик цветов. И он вот так неумеючи, да, то есть я ему объясняю, что девочкам нужно дарить цветы, что девочкам нужно помогать, о них заботиться. И все вот в этом вот плане. Мы купили цветы, и он их так гордо подарил. В этом году уже у нас дачные, садовые цветы успели распуститься, поэтому мы нарвали, ну как, срезали на огороде цветы. Это пионы, садовые ромашки, тоже вам поближе покажу. И, в общем, мне кажется, что это обязательно. Знаете, вот мы, женщины, часто своих сыновей там слишком любим, слишком нянчим, а потом удивляемся, откуда в мире столько вот каких-то недомужиков, которые не умеют делать женщинам приятные, которые не дарят подарки. И еще что-то в этом плане, которые не могут дома там за собой посуду помыть. Я приучаю сына мыть посуду. Он завтракает, идет за собой мыть посуду. Встает на табуретку и моет. Еще за мной моет. Вот. И мне кажется, что это правильно. Вот именно с молодых ногтей приучать ребенка к тому, что женщинам надо дарить цветы, за мамой нужно ухаживать, и вообще, что он будущее опора своей семьи. Мне кажется, это правильно. Скажите, как вы воспитываете своих мальчишек? И если вы мамы девочек, то как вы относитесь к тому, что мальчик подарит цветы вашей девочке из садика? Например, ему в садике нравится одна девочка, и он на 8 марта сказал, мама, давай мы ей что-нибудь подарим. Мы пошли, купили ей раскраску с алфавитом, тоже с какими-то принцессами, он подарил. Потому что уметь делать подарки, это тоже великое волшебство, великое какое-то умение. И часто мужчины стесняются делать подарки. Удивительно, правда? Но, мне кажется, задача нас, мам, мальчиков, научить мальчишек делать подарки. Это очень важно, чтобы в будущем вырос настоящий мужчина, который умеет ухаживать. И я считаю, что мама, она не должна во всем себе отказывать ради ребенка. Ребенок должен видеть перед собой ухоженную маму, красивую, которая иногда может сказать, иди сейчас поиграй немножко сам, а мама там накрасит ногти, да, или там сделает укладку, или не нужно все последние деньги говорить, нет, я буду ходить в обносках, я куплю себе на рынке какое-нибудь китайское платье за 300 рублей, а своему сыну я буду покупать кроссовки за 5 тысяч. Знаете, таких, мам, я тоже знаю. Мне кажется, это неправильно. Я думаю, что мальчик, выбирая себе в будущем женщину, он будет так или иначе ориентироваться на свою мать. И если вы будете вот такой чушкой и замухрышкой, которая говорит, мне ничего не надо, вот этот кусок торта ты свой съел, я тебе и свой отдам. И папе отдам, ладно, и папе все отдам, а сама буду сидеть и без торта, и без маникюра, и вообще вот. Но зато я мать, я мать, я должна вот бить себя в грудь. Я знаю таких женщин, и для меня это странно. Я считаю, что женщина в любом случае должна радовать себя. Если женщина рада и счастлива, то и семья вокруг нее будет счастливой, и муж будет доволен, и лад будет в семье, и ребенок будет жить в счастливой семье. Ребенку не нужны пятнадцатые кроссовки, да, и там вторые, третие сандали на лето. Ему нужна счастливая семья. Ему нужна счастливая мама, ухоженная мама, красивая мама, мама без нервяков и нервных стрессов. И я считаю, что, да, ребенок, это первостепенное, его нужно любить, но нужно делать это не в ущерб себе, не в ущерб своему мужу, и не отдавать ребенку последний кусок торта, и не говорить, а, ты свое мороженое съел? Съешь еще мое, я все равно мороженое не люблю. Что оно там будет лежать? К сожалению, как правило, вот из таких детей, которым все отдают и все позволяют, вырастают такие дети, которые не умеют ценить. Вот такие вот цветочки, вот они, ромашки. Ну, я, конечно, выберу те, что посимпатичнее, да, но, по-моему, вот такой вот букетик, да, настоящий, это вот для меня, на самом деле, это лучшие цветы. Я не люблю розы, я люблю какие-нибудь простенькие ромашки, я люблю, там, хризантемы. Я, в общем, приучаю ребенка. Не важно, я думаю, какие цветы, главное все-таки то, чтобы учить мальчика быть мужчиной. Ну что, мои дорогие, брать вас с собой я не буду на день рождения, потому что там будут другие детки, еще маленькие, знаете, ну, я думаю, это лишнее. Вот, и давайте я вам сейчас покажу то, что я приготовила, такой повседневный летний обед. Вот, и потом покажу вам, какой же заказ из Арифлейм мне пришел. Сегодня мы с вами будем готовить очень интересные котлетки из куриного фарша на скорую руку, оригинальные, на мой взгляд. И к этим котлеткам я решила сделать такой зеленый салат. Вот, смотрите, у нас семья здесь большая, пятеро взрослых, поэтому тазик салата я нарезала. В общем, смотрите, пакетик Фаберлик. Салат с огорода. И вчера вот нарвали, помыли. В общем-то, в этот салат у меня идет шпинат, у меня идет вот такой вот обычный зеленый салатик, зеленый лук идет, и вот какой-то такой салат, я не знаю, как он правильно называется, это не петрушка. В общем, он такой остренький, с привкусом горчички. Такой интересный салатик. В общем, еще я варю яйца. Сюда я добавлю вареные яички мелко покрошенные, кирьешки. И можно подавать этот салат. Ну, тут каждый уже сам себе заправляет. Можно подавать с майонезом, со сметаной, с бальзамическим уксусом. В общем, вот такие салатики летом, когда, если не летом, да, мы можем есть и радоваться. Такой салат, он получается очень-очень вкусный. И я, в принципе, такой салат даже, как основное блюдо на обед, ем с удовольствием. Ну, и непосредственно сами котлетки. Они готовятся всего лишь из трех ингредиентов. Нам понадобится куриный фарш. У меня на этот раз фарш готовый. Нам понадобится творог пастообразный, или предварительно вам нужно его будет перетереть через сито или через блендер. В общем-то, две пачки по 180 грамм. Вот это очень хороший вкусный творог наш, яшкинский, из магазина Ярче. И нам понадобится морковь. Ее мы трем на крупной терке. Ну, и соль, перец по вкусу. Вообще, я сначала боялась готовить такие котлеты, но сейчас я их готовлю уже третий или четвертый раз. Поэтому знаю, что они получаются вкусными. И муж даже не заметил, что там есть творог. Он сказал, я думал, они с сыром. В общем-то, котлетки получаются вкусные. Все просто как мир. Мы перемешиваем фарш, творог и натертую на крупной терке сырую морковь. Добавляем соль, перец по вкусу. Влажными руками мы формируем котлетки. Можете сделать их в форме котлеток, можете сделать в форме шариков, как вашей душе угодно. Выкладываем форму. У меня форма стеклянная, большая от Фаберлик. Поэтому я ее маслом не смазываю. И мы эти котлетки отправляем в духовку на 30-40 минут. Смотря какой степени зажаристости котлетки вы любите. Морковка остается в этих котлетах немножко хрустящая. Фарш готовый, вкусный. Котлетки получаются очень сочными. На килограмм фарша я беру две упаковки творога по 180 граммов. Ну, там, смотрите, можно побольше творога добавить, поменьше творога. Лук в котлеты мы не добавляем, яйцо не добавляем, хлеб не добавляем. В общем-то, продукт получается достаточно диетический. Единственное, что я читала, мясо и творог, молочные продукты, лучше вместе не совмещать, что там будут какие-то проблемы с желудком якобы. Ему сложно все это переварить. Ну, не знаю, у нас таких проблем, слава богу, в семье не наблюдается. Поэтому я могу вам такой рецепт рекомендовать, который с удовольствием едят и взрослые. Итак, мои дорогие, сейчас я покажу вам свой заказ Арифлейн. Вот я только забрала коробочку и чуть-чуть ее вот скотч отклеила. Заказ у меня маленький, поэтому я решила отдельное видео не снимать, а показать во влоге. В общем-то, пришла накладная, и за этот заказ я заплатила 2408 рублей. Это вместе с доставкой, там, с пакетиком, с каталогом и со всем-совсем-совсем. А по баллам, по баллам, 54 балла получился вот этот заказ. Итак, в общем-то, давайте смотреть, что в этот заказ вошло. Мама заказала две краски для волос. Это заказ по девятому каталогу, и в девятом каталоге вот эти вот краски, они идут по акции по 299 рублей, если я не ошибаюсь. Мама вообще пользуется краской от Фаберлик, но ей очень нравился оттенок в краске краса, какой-то там натуральный блондин. В общем-то, но краса, эту краску сняли с производства, и мама в новых линейках не может найти такой настолько подходящий ей оттенок, поэтому решила вот этот взять. Это оттенок 7.0, я не знаю, как он называется. В общем, 7.0. Вот такой вот натуральный, какой-то русый оттеночек. Дальше, акция в девятом каталоге идет. При покупке на 1000 рублей, если я не ошибаюсь, можно приобрести вот такой вот витамин D и морской кальций. Комплекс витаминов, здесь 45 граммов, 30 таблеток. Вот, посмотрите, как выглядит. Вообще, wellness-продукция в Reflame достаточно дорогая, но по вот таким вот акциям, думаю, можно брать. Обошелся он 800 рублей, 799. И консультанты Reflame очень-очень хвалят. Я потом как-нибудь скажу, понравился маме этот комплекс витаминов или не понравился. Для себя я взяла уже проверенные средства. Это масло для волос Eleo. Мне очень нравятся эти масла для волос. Для ночного ухода я взяла вот такое вот масло. Оно, знаете, такое жирненькое, очень хорошо волосы смягчает. Каждый раз, когда я мою голову, я потом на влажные волосы наношу это масло, распределяю по всей длине, особое внимание уделяя кончикам. И волосы наутро такие мягкие, знаете, шелковистые, очень приятные. Мне нравится запах этого масла. Посмотрите, какая красивая упаковка фиолетового, насыщенного цвета. В общем-то, мне это масло нравится. И относительная новинка. В общем-то, второй раз по акции в каталоге оно идет тоже. Это Eleo с маслом Каману. Я не знаю, в общем, чем эти масла особо отличаются, но тоже решила взять попробовать. Здесь упаковочка уже темно-зеленая. Запах. Другой запах. Какой-то более хвойный, что ли, более травянистый. Не знаю, тоже буду пробовать, но вообще масла Eleo мне нравятся. Для волос очень хороший уход. И здесь они по 50 мл. И в каталоге, я не помню, сколько они стоили, но где-то 400 с лишним рублей мне обошлось. Каждое масло. А, это же можно в накладной посмотреть. Вот я глупенькая. Да, по 431 рублю. Мне каждое масло обошлось. Это со скидкой консультанта в 20%. Дальше. За 99 рублей по цене каталога я взяла вот такое вот масло. Крем для рук с маслом кокоса. Я прям чувствую, как этот крем пахнет. Здесь никакой защиты нет. Ни пленки, ничего. Ну-ка, вот он такой белый. Пахнет. Очень нежно кокосом. Такое. Ой. Знаете, он прям тает на руке, этот крем. Приятный аромат. Мне вообще кремы от Reflame нравятся. Ой, знаете, несмотря на то, что он такой водянистый, но он настолько плотный, знаете, так хорошо питает кожу. Вот прям чувствуется, знаете, что он такой питательный, хороший. Здесь настоящее масло кокоса. Кокосовое масло. И последнее, что в моем заказе, это набор мыла, вот такое Discovery, пляжи Калифорнии. Оно мне обошлось 39 рублей. Это новинка пляжа Калифорнии. И гель для душа тоже Discovery пляжи Калифорнии. За 79 рублей я этот гель для душа взяла. Он, знаете, так вкусно пахнет. Я терла страничку каталога. Очень вкусно пахнет. Приятный, солнечный, сочный, фруктовый аромат. Такой очень летний, ненавязчивый, не сладкий, не приторный. И объем здесь 250 миллилитров. Мне нравится гель и Discovery. И, знаете, несмотря на то, что в этом каталоге я сделала заказ на 50 баллов и более, мыло за 15 рублей в заказ мне уже не положили. В общем-то, вот такая грустная история. Видимо, все, коронавирус заканчивается в стране. Делаем вывод. Дальше. Так как этот заказ получился на 54 балла, акция, если сделаете в этом каталоге на 50 баллов заказ, в девятом и в десятом сделаете на 50 баллов заказ, то сможете всего лишь за 199 рублей приобрести какие-то дизайнерские суперочки в твердом чехле, черные такие классические. Мама себе их хочет приобрести. И я вам потом как-нибудь в заказе обязательно покажу, потому что мы их будем заказывать. Ну и, в общем-то, что традиционно пришел пакетик вот такой. Ого, два пакетика мне пришло. Ну, вообще-то неплохо. Вот такие вот они, знаете, нейтральные. Я ребенку в садик вещички в них ношу, там, что-нибудь такого плана. И, конечно же, традиционно пришел каталог номер 10. Такой он скидочный. Очень хорошая акция. Мне понравилось. Здесь будут часы, такие стильные, смотрите, интересные. На силиконовом ремне, бананово-лимонного цвета. Очень интересные парфюмы, много ароматизированных страниц. Какие-то супер предложения. Хиты продаж по выгодным ценам. В общем, отсюда тоже обязательно буду что-нибудь заказывать. И, конечно же, вам покажу. Ну, а на этом мой влог окончен. Спасибо, что все это время был для вас со мной. Скажите, что вам интереснее всего смотреть в моих влогах. И вообще, интересно вам их смотреть или нет. Потому что, конечно, я снимаю то, что кажется интересно мне. Но я хочу, чтобы в первую очередь это было интересно моему зрителю. И вы меня как-то направляете, да, немножко меня учите. Потому что я хочу, чтобы мой контент был интересен для вас. Что, как рассказывать. Ну, в общем, вы поняли. На этом у меня все. До свидания. И всего-всего вам самого наилучшего. До встречи на моем канале. До встречи на моем канале.